спросите у этих братьев брат ты слышал о франции или devo всему голландии вот ты как мусульманин и как мусульманин спросил его брата ты как мусульманин что ты видишь плохого в голландии что ты видишь плохого голландии как думаете вот давайте варианты сказать что будет начнет этот брат при числе наркотики 1 разврат 2 еще гомосексуализм узаконен у них правильно молодец животными спят она еще пророка салсом поносит еще потом наркотики решать еще добровольный уход из жизни а 8 еще не верующие не верующие хочу не верующие то есть не мусульман еще борьбу с исламом ведут вот эти вот ответы вы услышите а теперь смотрите ответ от маленькой маленькой птички у которой мозги вот столько она умнее многих из нас маленькая маленькая птичка которые удод удод птичка маленького несколько столько мозгов а у нас укажут 60 размер голова по 3 килограмм мозги удод баракала уфикум птичка который была из армии сулема удод птичка которая была из армии сулема а вас фантал нам рассказал куране что однажды он потерял того додать то есть не видел в рядах своих войск и потом через некоторое время удод появляться рассказывает что он был над государством которую правит женщина и это государство было неверующей каферской государства и она была то есть от голландии ничем не отличалась голландия же каферская и она каферская и что рассказал удоб об этом каферском государстве я уверен все что вы перечислили все это было но удобнее обо чем об этом не сказал что вы сказали а он сказал вот это ума я буду нашим самим дуни для ягод увидел ее ее народ поклоняется солнцу а не аллах ваза я на левом и шайтана амали и шайтан приукрасываем их дела то есть весь этот беспредел увидел на ему наплевать когда когда бар куфик вот это зло а это зло в отношении всевышнего аллаха субханаталь поклоняйтесь ширк аллах спантали в куране сказал про лукмана я бы на или тушь ли биллайн на ширка ля зульму на вы по сказал сынок не предавай аллаху за товарищи поистине ширк это великая несправедливость самая большая несправедливость самый большой беспредел самое большое преступление которое может существовать на этой земле это ширки поэтому первое чего мы должны были назвать это сказать что в голландии prototype придают alla голландии жители голландии голландцы придают аллах а товарищи говорят что у него есть сын говорят что у него есть жена говорят что он один строить вот об этом и должны а мы сварим маша всё перечислили кроме как видите какие мы славы в единобожье. И Маша Аллах, здесь, как говорится, сметана единобожников собралась, правильно же, города, как читал, и никого из нас в голову это не пришло. То есть, теперь, я думаю, многие из нас понимают, эти братья, что почему Пророк Савстан 13 лет воспитывал сподвижника. Воспитывал, 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 воспитывал. На чем? Именно на единобожье. Понять вот эту вот вещь, которую понимают животные, а мы не понимаем. Но так же получается, животные и птицы это понимают, а мы до сих пор этого понять не хотим. А мы до сих пор этого понять не хотим. А все зло идет из-за ширка на земле. Любое зло на земле идет из-за ширка. Всевышний Аллах Суман Тали говорит, те, которые веровали и не облекли свою веру злом, им будет безопасность. И они будут ведомы прямым путем. И сахабы, услышав этот аят, испугаются. Кто из нас зло себе не делает? Пророк Саусам сказал, разве вы не слышали слова Лукмана? О, сынок, мы не предавай Аллах никого сотоварища. Это великое зло. То есть в этом аяте, Пророк Саусам сказал, что те, которые уверовали, не обретли свою веру злом, то есть ширком. Им будет безопасность. Мы сейчас, нет у нас безопасности. Нигде безопасности нет, правильно? Вот только что брат рассказывает, простые примеры. Девушка не может быть. Вот приехали, и начали забирать. Безопасность нет. Потом вот то, что у нас братья на Кавказе творится. Здесь у нас в мечети спокойно не можем прийти, намаз по сути, и так далее. Вот это откуда вся безопасность? Проблема не в мамах в мечети. Проблема не в ФСБ, проблема не в правителя каперах. Проблема в нас самих. От того, что мы по уши погрязли в ширке, и сами иногда и не знаем этого. И сами иногда и не знаем. И когда мы порицаем, порицаем все, кроме ширка. Порицаем все, кроме ширка. И поэтому Барак Луфикум рассказывает про Мухаммад Абдул-Ахаба. Когда он преподавал уроки по единобожию, он таким образом придал. Он как заканчивал книгу по единобожию, по-новому начинал. Вот так вот преподавал. И один из его учеников, или несколько человек, говорит, все, мы уже разобрались, давай что-нибудь другое. Как один брат Кустанай сказал, два дня достаточно единобожие изучить. Два дня достаточно единобожие изучить. Мухаммад Абдул-Ахаба, когда преподавал много-много раз, один из учеников его сказал, достаточно, давай что-нибудь другое. Мы, говорит, Таухид поняли. Мухаммад Абдул-Ахаба промолчал, ничего не сказал. На следующий день пришел такой озабоченный, расстроенный. Ученики увидев, что-то у него будет цельская, что случилось, шеек? Да у меня, говорит, сегодня слухи дошли, говорит, какие слухи? Что говорит один парень, свою мать, говорит, на пороге изнасиловал. И все, аузу белямина шеек наш, асталфир уллафасик, аузу беля, кто это такой? Шеек говорит, ну это только слухи, я завтра проверю, сказал. Я завтра проверю. И потом он пришел на следующий день и ученики спросили, ну что узнал? Да, да, нет, это, оказывается, один просто пошел петуха на пороге, гаджину зарезал. Пусть Аллах его напрямую путь поставит. И Мухаммад Абдул-Ахаб разослился, она не сказала, начал хугать, начал хугать и сказал, поистине тот, кто говорит, мы-то поняли, этот человек, говорит, заблудший. Видишь, когда он сказал мать изнасиловал, какая у них реакция была? А когда вот этот ширк петуха на пороге джину зарезал, пусть Аллах его на прямой путь поставит. Если бы он тысячи раз свою мать изнасиловал, это не равняется сотой части того, что он один раз, Аллаху спан-талля, джину и ширкоприношение принесил. Это не значит, что он изнасиловал свою мать, это маленький грех, что кто-то не такой. Это страшный грех, но тот в тысячи раз хуже греха. Потому что Аллаху спан-талля сказал, Идналлаху ляяхфирон юширкаби, ваяхфиром адунадаль калимаеша. Аллаху спан-талля не простит, когда ему предают кого-то в сотоварищи и все остальное прощает. Все остальное прощает. Поэтому видите, как и вот вы, иншалат аля, завтра, когда выйдете, завтра с братьем будете встречаться, ради интереса проведите такое. Брат, вот скажи, давай ручку, перечисляй, какие у тебя претензии к Франции и не Голландии. И записывай, 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 записывай. И потом скажи, брат, попали мы с тобой, скажи. Попали мы с тобой. У нас опасное положить. Нам надо изучать таухи. Поэтому, братья, я побуждаю его сейчас, аль-хамду ля, милость Аллаху спан-талля нам облегчил. Мы сейчас записали 168 файлов, то есть там около 80 часов толкования книги Едино Божьей, послушайте ее. То есть мы увидим, как мы вот в наше время, то есть считая себя как за элитой мусульман, по уши погрязли, вширк, сами не знают того. Сами не знают того. А жизнь короткая, не знаем, сколько будем жить. И когда умрем, и как встретим Всевышнего Аллаха, субхан-талля. И надо бояться этого аята. Поистине Аллах не прощает, когда Ему предаются товарищи и прощают все, кроме этого. Ибрагим, алей-иссалям, отец пророков, отец пророков, просил Аллаху спан-талля, вот жнук не вабани, а на абду ясна. То есть обращался к Аллаху с каким дуа, который никто из нас ни разу, наверное, не обращался. Он сказал, Аллах, обереги меня и моих детей от поклонения идолов. То есть если я сейчас кому-то из брать скажу, брат, а ты не боишься, что ты в один прекрасный день идол будешь покоряться? Да я, да что бы я, да узу блядь, да ты что, братан? И так далее. Так же. А Ибрагим, алей-иссалям, отец пророков боялся. Наш пророк Мухаммад салсин боялся. Говорил Аллаху, и не уходи, и 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 уходи, прошу у тебя прощения, если я это сделал, не знаю. Ибрагим Ат-Тайми, один из табеинов, читает этот айад, то есть слова Ибрагима, алей-иссалям, обереги меня и моих детей от поклонения идолам. Он говорил, кто за себя отвечает после Ибрагима? В шоке был. Он вообще, ты, табеинов. Если это Ибрагим, то есть отец пророков такие слова говорит. Кто после этого за себя может отвечать? И пророк сказал он, говорит Абубакру, Абубакру лучший человек из общины, обрадованный рай, Тихонько ему на ушко говорит, поистине шерп подобен следам от черного муравья в темную ночь по скользкому камню. То есть вот скользкий камень, черный скользкий камень в темную ночь. И муравей прошел. Ты что-нибудь, следы его видишь какие-нибудь? И он сказал, что шерп подобен вот этим, так незаметно в сердце проникает. И пророк Саусам это говорил кому? Абубакру. Остерегай его от этого. То есть если он говорил это Абубакру, если пророк Саусам говорит своим сподвижникам, ахвафу ма ахафу алейкум, больше всего, что боюсь за вас, обращается к сподвижникам, маленький шерп, скрытый шерп, я сказал, показуха. Субханаллах, пророки боятся, сподвижники боятся, стабилины боятся, обрадованный рай при жизни боятся, а мы, субханаллах, в наше время, нам даже в голову не приходит, даже в голову не приходит. И поэтому, бараку ауфикум, пока есть время, как говорится, пока, Аллаху спонталлинас, альхамдулях, то есть не умертел, надо вот это быстро-быстро восполнять, братья. И это то, о чем сейчас надо говорить день и ночь, именно воспитывать, спасать общину от ширка, спасать общину от ширка. Поэтому мы, бараку ауфикум, то есть переживаем за наших братьев, переживаем за наших сестер, но немножко обидно становится, когда братья переживают за братьев, за сестер, то есть говорят, то есть мы не против этих слов, мы тоже об этих словах говорим. Видим, как наших братьев в многих местах в мире убивают, во многих странах мир убивают, как сестер насилуют и так далее, как детей убивают, сиротами ставят, это больно. Но, брат, когда ты видишь, как Аллах, повсотоварищи, кого-то призывают, тебе должно быть намного больней. Брат, а вот это дуа, который Аллах мой, это где, я слышал, что это от малого ширка? От этой, от большого, от маленького ширка, от всех, конечно. Если Ибраим, Алиса говорит, обереги меня и моих детей поклоняться идолам, идолам поклоняться большой ширке, есть там женщины? А вот из этого дуа, если следует, по переводу, они нас слышат, то, что мы сейчас рассказываем? Я прибегаю от того, о чем я не знаю, ну там, вот, 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 ну, это... Ну, что вдруг, вдруг что-то сделай, сам не почувствуй, да? Да, как вот из хадисы Абу-Бакр сказали, как следы от топотом ураина. Слышал, да? И Аллах, это, как бы, это... И Аллах, кто просит прощения, Аллах прощает, начало.